Павел Патеревич, завтра «Факел» стартует в очередном первенстве России в первом дивизионе. И сегодня, накануне старта, я хотел бы попросить вас вкратце характеризовать этот короткий период межсезонний, подготовительный процесс. Насколько вы довольны тем, какая работа проделана, какие новички в команде появились? В преддверии старта чемпионата хотелось бы поздравить всех наших болельщиков с началом этого события. И хотелось бы, чтобы они получали как можно больше положительных эмоций от игры и от результата команды «Факел». То, что касаемо короткого межсезонья и прихода большой группы новичков, на сегодняшний день 8 человек у нас новых игроков, то они пришли все в разной степени готовности, с разных команд, с разным стилем игры. Поэтому, для того, чтобы выйти на оптимальный уровень готовности, потребуется небольшой временной отрезок, несколько туров. Чисто в игровом плане, в функциональном плане я проблем особых не вижу. Ребята находятся, скажем так, в хорошем состоянии. А то, что касаемо игровых связей, для этого нужно будет время. Нужно будет время и набраться терпения, и болельщикам нашим, возможно, будут какие-то, может быть, не те результаты, на которые мы рассчитывали, рассчитываем все, связано только с одним, именно с сыгранностью. Павел Пантелеич, по пятибалльной шкале, как бы Вы оценили степень готовности команды к старту в чемпионате? Ну, на четверочку, я бы оценил так, на четверку, если по пятибалльной системе, опять же, связано с этими нюансами. Что касается задач на сезон, они пока руководством клуба не поставлены четко, но я так уверен в том, что Вы с ребятами между собой на эту тему уже разговаривали, какие-то задачи сами себе поставили. Задача, я скажу, может, немножко такую банальную фразу, да, но это действительно так. Задача одна, задача одна. Показывать качественный футбол, который нравился бы нашим болельщикам, и добиваться в каждой игре, стараться добиваться положительного результата. То, что касаемо, если брать по турнирной таблице место в турнирной таблице, которая займет какая-то команда, можно ставить любые задачи, но они должны быть реальны. И я считаю, что с учетом того, в какую мы провели селекцию, в какого уровня пришли к нам игроки, то задача будет не ниже, чем то место, которое мы заняли в прошлом году. Это и понятно, что шестое место, да, может быть, оно слишком, скажем так, неожиданно для многих. И специалистов было, и любителей футбола, многие в начале сезона, когда начинали мы чемпионат, и начинали его крайне неудачно, и с шести игр пять поражений мы потерпели. Но, опять же, это вот именно было с тем, что тоже ротация у нас была большая. И в итоге заняли шестое место, шестое место довольно высокое для дебютанта. Да, если брать пять команд, которые пришли с профессиональной футбольной лиги, футбольно-национальную лигу, три из них покинуло дивизион. Пятое место «Спартак» московский занял, шестое мы. Все, это достаточно хороший результат. И, естественно, мы будем стремиться, как минимум, не хуже результат показать. А какое место займем? Сложно прогнозировать, и это такое дело неблагодарное, да. Все может быть по турнирной ситуации, и взлеты, и падения, все. Ну, хотелось бы как можно ровнее пройти этот чемпионат, чтобы не было такого старта, как в прошлом году был. Все. Ну, нюансы нужно учитывать. Вот эти нюансы, которые связаны с ротацией состава. Павел Пантелеич, заключительный вопрос. Он касается как раз-таки ротации. До конца заявочной кампании еще достаточно много времени. Она заканчивается 31 августа. Возможно ли еще какие-то новички в стане факела за это время? Ну, в принципе, так. На все позиции мы более-менее, скажем так, создали конкуренцию на каждой позиции. Возможен вариант еще, возможен вариант. Возможно, ротация еще возможна. Но это будет одна-две фамилии, не более того, если это будет. Посмотрим, как мы стартуем, как будут проявлять ребята свои лучшие качества из прошлогоднего состава. Как новички будут проявлять все. И до 31 августа, если кто-то не будет соответствовать нашим требованиям, ротация может быть еще. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова